Эфир УТС продолжает ежедневная программа о спорте в регионе. В студии Кристина Латта. Здравствуйте! Сегодня в выпуске спорт-обзора познакомим вас с представительницей грибного спорта. Мы продолжаем рассказывать о возобновлении тренировок у спортивных команд и атлетов-профессионалов. К полноценным занятиям уже приступили футболисты, кикбоксеры, пловцы и представители многих других видов спорта. Для некоторых из них самоизоляция стала причиной вынужденного простоя. Но даже в отмене соревнований можно найти свои плюсы. Так случилось с мастером спорта по гребле Светланой Третьяковой. Девушка травмировалась за месяц до чемпионата России, но из-за отмены турнира получила достаточно времени на восстановление. О том, как правильно тренироваться после травмы, Светлана рассказала нашей съемочной группе. Серебряный призер чемпионата России и обладательница Кубка страны Светлана Третьякова в непривычной для себя среде обитания на суше. Спортсменка, выступающая в одиночном каное, пока не может вернуться в лодку. В апреле, тренируясь изолированно, неправильно выполнила опору на воду. Слишком далеко отвела локоть назад, после чего волна утянула за собой плечо. Результат – вывих. Причем такая травма у спортсменки впервые. И оказалось, это достаточно сложно восстанавливаться после такой травмы. То есть у меня были надрывы связок, но вывих – это очень серьезно. Сейчас много упражнений делаю именно лечебной физкультуры, массажи, физио и тренирую детей. К занятиям ребята вернулись в непривычном режиме. Одновременно на воде могут заниматься лишь два человека на расстоянии 50 метров друг от друга. Это делает тренировки долгими и менее эффективными, при том, что сама Светлана находится на суше и по пять часов наблюдает за атлетами. Конечно, им в этом формате очень тяжело, потому что они привыкли именно приходить на тренировку, видеть большое количество детей. Но так как дети сидят в принципе дома и занимаются только по зуму, им, конечно, на природе заниматься очень интересно и они все тренировки посещают. Ближайшие старты в Грибном слаломе намечены на сентябрь. Кубок и чемпионат России – молодежные первенства. Причем, возможно, все турниры объединят и проведут в одно время и в одном месте. К этому моменту Светлана уже должна полностью восстановиться. Тренировкам на воде девушка рассчитывает вернуться уже в августе. Прежде всего, так как плечо было неподвижное в течение месяца, надо мышцу сначала растянуть, чтобы она была гибкая, пластичная, и уже в дальнейшем начать ее закачивать, чтобы она окрепла и была готова непосредственно к моим основным действиям – это тренировкам на воде. Сейчас Светлана занимается дважды в день по полтора часа в режиме ЛФК. Девушка согласилась поделиться секретами своих восстанавливающих упражнений. Несмотря на специфику, эта тренировка подойдет каждому. Упражнения на фитболе очень разнообразны. Для нашего вида спорта грибной слалом – это очень полезное укрепление мышцы кора. То есть весь корсет укрепляется за большим количеством упражнений на таком мяче. Данное упражнение на мяче – это специфическое. То есть это визуализирует греблю на воде. То есть мы сидим на мяче, ловим баланс – первое. Второе – мы гребем. То есть за счет поворота нашего корпуса производится грибок. Толчок верхней рукой. И таким образом мы задействуем нашу спину. То есть участвуют как мышцы баланса, так и мышцы предплечья, спины и корпуса, естественно. Также с гимнастической палкой можно свизуализировать греблю на мяче, как на каное, так и на каяке. Я думаю, не каждого дома есть весло, поэтому палка вам в помощь. Более плавно и легко можно разрабатывать плечевой сустав с таким мячом. А также можно усложнить жизнь гребли на мяче с этим мячом, поставив ноги на него. Друзья, спасибо, что посмотрели мой вариант тренировки во время восстановления. Относитесь к себе бережно и будьте здоровы. Всем пока. Еще больше тренировок от новосибирских спортсменов в наших предыдущих выпусках. Напоминаю, они доступны в аккаунтах программы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. На сегодня все. Берегите свое здоровье, занимайтесь спортом и до встречи в новых выпусках нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова